всем доброе утро сейчас мы уже приехали на алькорниш бич мы сегодня хотим уделить день часть пляжному отдыху и вторую часть посещению мечети и еще просто прогулкам по видам с небоскребами доехали мы до пляжа алькорниш бич от нашего отеля за 27 дирхам мы ехали до стоянки которые рядом с этим пляжем она что-то оказалось далековато здесь просто везде идет дорога 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 и такси даже по сути-то негде остановиться в общем сейчас будем искать какой-нибудь вход на пляж и зайдем там покажем как он выглядит виды вообще которые 100 пляжа открываются мы попробуем воду как сегодня пасмурно вчера целый день солнце полила была такая жара сегодня немножко по прохладнее хотя уже десять утра даже уже чуть больше там 10 15 10 20 да но солнца пока еще нет и дует такой прохладный ветерок ходим за мост поиски входа на этот пляж что-то везде там к это ремонт идет большого куска сюда подошлись вообще написано вот вход закрыт с понедельника по пятницу используйте вход номер пять номер три номер один непонятно будем искать дальше но что-то мы ходим ходим уже прям там уже наверно метров 600 на прошли уже пойдем искать другие входы 12 38 из мечети начали доноситься песнопения на пляже не видно чтобы кто-то там молился ну может быть местных просто нет хотя он ходили люди в паранже но как-то так в общем не позавидуешь тем людям до которые живут рядом с мечетью в этом доме в этих домах там наверное и ночью в четыре утра будет точно так же время у нас сейчас час дня солнце сами видите где и какое ветер также дует ладно решили мы отсюда уйти здесь в принципе говорили что будет такое похолодание на несколько дней у вас сегодня все равно день уже запланирован завтра у нас переезд из-за будаби в дубай то есть тоже день пропадает мы там ничего особо не посетим только лишь должны заселиться после 15 00 и погулять по окрестностям так что вот такой вот он пляжный отдых 1 марта пляжная территория вся в пальмах каких-то деревьев подстриженных птицы цветы красиво здесь между вот этой дорогой высотками и пляжем есть такая прогулочная зона вон вы видите там пляж здесь зеленые насаждения и вот такая еще прогулочная зона по которой тоже можно гулять можете гулять пали можете гулять здесь смотри-ка вода прозрачная то есть вот так вот раз да и попил что-то деревья здесь напротив этих высоток все засохли не поливают то ли не прижились хотя они уже несколько лет здесь походу растут очень как странно не напали здесь тоже есть вот видите здесь такие шланги протянуты то есть они поливаются постоянно почвам сырая но и и пляж смотри тоже ровный да и белый белый песок здесь сейчас мы находимся на абу даби бич вот его название как раз тот пляж который находится перед корниш бич и находится напротив вот этих высоток береговая линия здесь очень широкая вообще можно кучи народу просто здесь разместиться пляж тоже общественной бесплатный песок песок нормальный видит беленький и приятно и потому что сегодня у нас с такой не горячий солнце опять выглядывает становится сразу же жарко вот там где те небоскребы там были вчера отходы здесь тоже делят на 4 мусор корзины стекло пластик бумага обычные отходы на одиннадцатом этаже он какая-то надпись даже из шариков куда сюда не совсем понятно что это такое но какое-то наверно поздравление кому-то идем из пляжа пешком домой чтобы было интересно по сторонам посмотреть как живут местные вот в таких домиках сейчас мы находимся уже в районе автовокзала и от автовокзала нам осталось тоже где-то метров 800 и все и мы придем смотри тоже как будто заброшенные дома да ну вряд ли это какой-то недострой может быть это уже выкупленная к эта территория под строительство таких же высотных домов потому что но этому дому ну явно там дофига лет уже и он закрыт там заколочен вот эти вот дома нормальные машин много припарковано мусор кибетком этого дворах а когда за двор выходишь там все чистенько хорошо нормально сразу становится зашли мы в кафе недалеко от дома и заказали себе вот такие вот укровины будем пробовать смотреть что это такое чем-то напоминает шаурму но только без салата итак наша еда вышла на 80 дирхам из них получается два блюда мои блюда натальи и холодный чай сейчас мы уже находимся возле своего отеля и в решил поменять еще 100 долларов налички потому что наличка уходит на такси такси оплатить просто без налички никак не невозможно по нашим картам пробовал и оплатить газпрома в июне он пэй нифига не получается у них терминалы в такси поддерживают только визой мастер-карта union пэй нет union пэй поддерживается везде во всех магазинах там торговых центрах вообще везде а вот по поводу такси да это проблема сейчас еще обменник обменник должен быть где-то здесь недалеко и покажу там какой курс это курс уже внутри города будет он другой нежели чем в аэропорте и уже ближе к вечеру мы поедем в мечеть ну что 100 долларов я поменял получается вы видите сколько вышло 361 75 и здесь вы сами видите что налог 5 процентов составил 0 15 комиссия за обмен составила 3 дирхама а в аэропорте было 18 дирхам то есть сразу видно что здесь комиссия довольно-таки низко низкая именно в городе по сравнению с той комиссией которая была там также везде по городу раскинуты и в том числе на машинах под дворниками и на стекле вот такие вот рекламные штучки в общем-то все говорит о том что это массаж vip цент но на самом деле тут и так все понятно что там за массаж и так рассказываю по поводу вот этого vip массаж центра таких листовок очень много по городу и я списался с этим vip массажем вот смотрите добрый день ищу релакс в абу-даби есть несколько вопросов 1 адрес 2 прайс цена и 3 что за сервисы пишут да привет там добрый вечер сэр как ваши дела надеюсь все у вас хорошо мы работаем с 10 утра до 12 ночи vip массаж если у вас посетить планы посетить наш спа-центр и так один час массаж 120 с маслом 150 с горячим маслом 200 специальный сервис есть так что же такое спит ну в общем адрес нам да как проехать что такое специальный сервис смотрите делают массаж люди из таиланда индии индонезии вьетнам африки час массажа стопроцентно время с 10 утра до 12 ночи и вот пожалуйста наши массажистки тогда ну как бы так все понятно что это массаж с продолжением в общем таким образом на самом деле здесь ну проституция нелегальная а вот такие вот вещи они здесь везде по повсеместно поэтому если вы найдете вот такую вот визиточку то знайте что это не просто массаж идем покупать какую-нибудь одежду для мечети но не мне я как одет этому красному рак попали в дождь купили мы вот такую вот штуку такой платок до этого цвета 20 верхам стоит будем надеяться что прокатит потому что оба ее покупать не особо хочется стоит она около 50 дирхам ну там 45 дирхам где-то так да может быть будет очередь а сейчас мы идем 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 искать машину такси какую-нибудь поймать чтобы доехать туда потому что нам в эту мечеть попасть мечеть шейха за это самостоятельно будет проблематично ну а дождь здесь идет довольно таки редко это редкое явление это что он сейчас идет это прям счастье для местных потому что на улице стало попрохладнее ну а нам принципе без разницы мы сегодня побыли на пляже и хоть особо солнца не было но мы сгорели ну да ну немножко так помазались и все так вот смотри может быть здесь будет какой-то отель не вон там тут машина стоит сейчас мы спросим может и правда за кем-то приехал до мы будем бежать опять туда отнимем эту машину у кого-то а вот а он не сюда куда-то да и кто значит закрытие попадем да не но насколько я понимаю что можно конечно подойти к отелю они вызовут но это плюс 5 по моему дирхам это плюс 40 рублей там 150 надеюсь что здесь что-нибудь рядом мы найдем все же приехали мы к мечети шейха зайда сейчас идем к его входу давай накрывай себя этим платком вижу платок наверное как-то так зато сегодня прям вечером чувствуется как будто градусов 20 наверное да прохладно да пойдет не стали мы покупать оба и оба стоит как пишут от 45 дирхам и выше именно здесь там от магазинчики практически на въезде ну смысл от нее один раз одеть и все и до больше и не пользоваться может прокатит ну если прокатит будет нормально давай сюда сейчас перейдем подошли мы сейчас к охраннику охранник удивленными глазами нас посмотрел и сказал ну вон там он в тех вон двух колбах там вообще-то вход и под землей нужно идти вы так зайдете в а я думаю люди ходят да мы такие блин ну как странно мы идем сейчас все никого нет за фигня оказывается все там в эту колбу идут мы думаем что там вообще в этой колбе в этой колбе магазины какие-то да и таксист туда привез значит он не зря туда привез все таки да мы все подумали блин на хрена нам к этим двум яйцам привезли мечеть же надо вот теперь топаем назад он автобус когда приехал тоже толпа побежит яйцо надо верить таксисту когда он вас привозит привозит на место надо идти они то что конечно такси же местный да мы идем как много вот мы на эскалаторе поедем все будет досмотр жесточайший теперь понятно сделать чтобы поели до магазин сходили это смотри здесь народу это много этот мечеть тут блин все подряд продается мечеть вообще неважно видела обая стоит 45 дирхам 45 дирхам стоит оба вот смотри обае стартовая цена 45 я думаю что выгнать не должны дать эту голову это упуталась блин вообще же прошли мы все пункты досмотра здесь был еще досмотр все вещи отдает чтобы проверили через сканер даешь телефон и и так далее сейчас так как в аэропорте процедура такая же мне такое чувство что переходов здесь где-то на километр потому что идешь-идешь-идешь-идешь людей вон вообще возят наверное группа гида туристические даже здесь подземном переходе есть свои подъемы и свои спуски сейчас у нас идет спуск там был подъем очень странно можно было просто прямой сделать и все они тут реально идешь-идешь едешь едешь просто куча времени на это уходит прошло где-то 15-20 минут и мы уже возле мечети здесь уже не такое яйцо здесь просто обычное квадратное вот такое небольшое здание там внутри был траволатор эскалатор и все мы уже здесь сейчас обойдем территорию зайдем внутрь посмотрим все постараемся снять по поводу посещения этой мечети чтобы сюда прийти необходимо зарегистрироваться регистрация проходит либо здесь то есть перед всякими досмотрами нужно пройти эту регистрацию либо вы проходите регистрацию через интернет получаете qr-код и с этим qr-кодом который у вас на телефоне вы приходите и прикладываете qr-код считывателю и тогда вас пропускают то есть есть два вот таких способа либо зарегистрироваться на сайте официальном этой мечети и получить qr-код либо зарегистрироваться уже здесь и получить тоже qr-код но здесь естественно придется вам оставить какую-то очередь мечеть здесь со всех сторон окружена фонтанами и вот такими водоемами которые положены прям по ее периметру сюда здесь вам огорожено только вот этот небольшой клочок суши ну прямо блестит как вода ты хочу что это вода прикольно смотрится единственное вот эти вот два купола они еще не готовы до конца такое чувство что камень в камне был как будто выпиливали и вот этот вставляли все в этих плитах видишь даже щели такие большие интересно вообще как это что это это просто плита а внутри там дренаж какой-нибудь если вот дождь идет сильный вот куда это все уходит непонятно просто слишком такая большая площадь мы пришли в женский молильный зал и здесь расположена вот такая вот офигительно красивая люстра которая когда-то была заказана из европы из этого зала упадаем в соседний зал и люстра намного круче чем в этом зале сейчас посмотрим ее ты вообще сам зал вообще красивее смотри да здесь ковер как ковролин какой-то обалдеть в точках пикают qr-коды которые получали при регистрации да это вот но она точно такая же по-моему я вот вечером все равно освещение конечно хорошие но дворец президента вечером выглядит намного эффектнее чем мечеть да здесь только вот эти люстры мужском молильном зале и женском молильном зале и в принципе наверное все я просто думал что эта мечеть будет снаружи еще освещаться вот эти купол это минареты она будет со всех сторон очень классно красиво выглядеть но выглядит она вот так но все равно пока понятно но нравится больше дворец президента может потому что там все золоте больше может быть а тут как быстро да ушло у нас на все это дело вместе с такси где-то полтора часа так что в принципе посетить ее можно довольно таки быстро и самое интересное самое главное что бесплатно а сейчас мы проходим мимо остановочного комплекса и на всех остановках здесь практически везде вот такое помещение открываем дверь заходим внутрь и попадаем на остановку полностью с воздушным кондиционированием вот эта вот штука даже не знаю что это такое это по картам хафилат это местная карточка если в дубая карточка но для платы транспорта то здесь карта хафилат здесь смотрите абу даби public bus network то есть это сеть общественного транспорта в адбу даби здесь у нас все маршруты номера маршрутов какой куда идет какой откуда едет и вот здесь вот естественно все красненьким там синеньким и так далее разными цветами все обозначено так это у нас какие-то отметки супервайзера непонятно о чем правда 636 35 наверное как это первая справка может быть автобуса в общем все люди местные и те кто пользуется общественным транспортом они на этих остановках днем сидят постоянно потому что здесь реально прохладнее чем на улице итак мы сейчас уже пешком пришли к капитал центр это вот такие вот здания небоскребы что нас здесь привлекло мы движемся вон тому синему зданию точнее зданию с синей подсветкой это здание имеет очень большой наклон он принципе этот наклон больше чем наклон пизанской башни этим это здание примечательно прошли мы наверное еще пару километров и наконец-то дошли до этой башни вы уже сейчас можете видеть что если сравнить ее с этим фонарным столбом да с любым фонарным столбом что она имеет довольно таки существенный наклон и вроде бы если не изменяет память ее наклон составляет 18 градусов обошли мы уже кругом эту башню вот посмотрите да сразу же видно вот она идет 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 и пошла влево 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 чем-то напоминает какой-то факел прям не знаю но там наверху вроде еще вертолетная площадка находится ну такая реально как факел олимпийского огня что-то такое вот очень необычное сооружение красивая на башню но вот эту мы посмотрели и теперь мы идем ищем где нам поймать такси почему мы не вызываем такси ну во-первых для того чтобы вызвать такси нужно купить местную sim-карту нужно скачать приложение либо карим либо uber тот же самый и тогда пользоваться этим сервисом сервисом вызова такси за пользование этим сервисом за каждую вызов машины берется комиссия 5 дирхам за посадку машину такси берется комиссия 5 дирхам если это будет до 10 вечера и 5 половиной дирхам если будет после 10 вечера и в итоге проще всего чтобы не платить 5 дирхам за вызов такси поймать такси на улице они охотно соглашаются без проблем прям останавливаются там сколько им говоришь он просто счетчик клацает у него на счетчике сразу же появляется 5 дирхам и он с 5 дирхам пошел считать то есть вы грубо говоря ловят такси на улице экономить и каждый раз по 5 дирхам да это конечно не великие деньги это на наши деньги 100 рублей но для этого не нужна какая-нибудь сим-карта с каким-нибудь местным тарифом симки местные тут есть несколько операторов связи допустим там дуэти салат и так далее и дело в том что мы смотрели тарифы здесь из более-менее нормальный тариф где предоставляется трафик в 30 гигабайт он стоит порядка четырех тысяч рублей ну четыре тысячи рублей для рифа 30 гигабайт это многовато по поводу интернета здесь интернет в принципе здесь ну есть торговых центрах бесплатный на каких-нибудь достопримечательностях он тоже бесплатный допустим тот же президентский дворец там бесплатный интернет вайфай вы без проблем можете подключиться и в отелях тоже бесплатный вайфай довольно таки с хорошей скоростью в принципе мы пока что никаких проблем не испытывали находимся мы здесь уже два с половиной дня и был вообще вот без проблем вайфай 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 да конечно же вы немножко оторваны от мира потому что вы допустим пользуетесь мобильной связью если то у вас интернет есть всегда и в любой момент любую секунду если вам напишут то вы можете это все дело прочитать мы когда мы что-то пишут можем прочитать прочитать только тогда когда у нас появляется вайфай а это происходит там ну грубо говоря три раза в день это утро это обед когда мы куда-нибудь зашли поесть это вечер когда мы вернулись себе в отель ну либо течение дня еще можем если мы сходили на какую-нибудь там достопримечательность или место торговый центр где есть тоже бесплатный вайфай все так что в принципе покупать сим-карту или не покупать пользоваться приложением имея сим-карту для вызова такси или нет это все на ваш вкус и на ваш выбор нам как бы это ну не не столь важно вот и все так но на этом наш ролик подошел концу всем спасибо за просмотры ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч новых видео всем пока и так что же мы едим по вечерам вечером когда мы возвращаемся уже поздно а сейчас у нас уже 22 00 мы в основном заходим магазин и берем какие-то фрукты в этот раз мы взяли вот такие мини круассаны с сыром 870 это все стоит литр сока из главы вот такой манга манга сразу скажу здесь 645 грамм стоит 835 170 рублей это глава из вьетнама это глава из египта вот это наш сегодняшний ужин все это дело сумме обошлось нам 600 рублей то есть получается что 600 рублей мы делим на 2 это 300 рублей на человека нормальный ужин полноценный да это конечно мы не едим там какое-то горячее мясо там что-то там такое мы едим легкие фрукты пьем нормальный сок и какие-нибудь там круассаны все